На места в студенческих общежитиях могут претендовать как студенты, обучающиеся на гранте, так и платники. Как сообщила замглавы комитета высшего и послевузского образования Киркия Блайхан, на законодательном уровне каких-либо ограничений при распределении мест нет. Однако, в первую очередь, заселяют студентов из социально уязвимых слоев населения, а уже после первокурсников. Сами видите, что действительно имеется дефицит мест в общежитиях. Поэтому, если студент в этих группах, то он получает приоритет при распределении. А в целом, законодательно, каких-либо ограничений нет. Учится ли студент, еще раз говорю, на платной или на гранте. На сегодня порядка 100 тысяч казахстанских студентов получили места в общежитиях. Однако, дефицит составляет почти 24 тысячи мест. По данным ведомства, до конца года планируют создать в эксплуатацию 26 студенческих домов. Ожидается, что для студентов дополнительно появится более чем 6 тысяч мест. Сейчас у нас демографический бугор. Наступает этот период времени. И это был неизбежный момент по поводу того, что студентов будет больше, чем инфраструктура. А вот если говорить про цифры, дефицит, он будет. И даже в следующем году, когда мы еще несколько общежитий новых откроем, просто потому что идет демографический бугор. И пока этот не придет в норму, пик рождаемости, мы это будем наблюдать.